всем привет меня зовут анастасия и рада вас приветствовать на своем бьюти youtube канале про косметику моду красоту и макияж и спасибо что зашли ко мне в гости в этом видео речь пойдет о таком супер популярном сегменте который держится долгое время уже в трендах макияжа это бальзамы для губ масла разные увлажняющие помады и блески из моды уже наконец-то на мой взгляд вышел супер такой тяжелый макияж с контурингом скульптурингом в стиле а-ля худа бьюти анастасия беверли хилл с ким кардашьян и на его смену пришел более легкий нюдовый такой вот весь макияж без макияжа и конечно же для таких вот трендовых на данный момент на сегодняшний день макияжей нет ничего лучше чем те продукты о которых пойдет сегодня речь на мой взгляд я подобрала для вас очень интереснейшую подборку здесь очень много разных передо мной сейчас на столе лежит сред для губ о которых я хочу с вами поговорить более детально и возможно некоторые бренды вы услышите первый раз эта информация будет конечно полезна для тех кто уже надоели стандартные бренды по типу dior clorans разные шанель и хочется чего-то новенького попробовать какой-то новенький бренд надеюсь с помощью этого видео вы сегодня сможете для себя узнать что-то новенькое ну и начну я с номера один в моем списке и лично по моим предпочтениям это вот такие вот total lip gloss от бренда sensai это японский бренд производитель kanebo очень довольно популярный бренд в европе в японии также вообще что касается японских брендов в японии если я не ошибаюсь есть примерно три или четыре такие вот крупные фирмы от которых дальше идет очень большое разное производство косметики это kanebo shiseido kao и косе такие четыре большие самые основные фирмы у которых есть свои заводы свое производство и вот в этих брендах есть не только люксовые знаменитые которых мы все с вами знаем бренды но еще большое количество разных таких как бы более бюджетных брендов более бюджетных марок вообще это отдельная тема мне кажется для разговора если вам интересна эта тема более так скажем погрузиться в японский бьюти мир узнать о очень классные марки о которых возможно вы не слышали но они действительно очень крутые по своему качеству бюджетные масс маркинг сегмент не только лишь люкс обязательно пишите об этом в комментариях и я сделаю видео на такую вот тему ну что касается вот таких вот блесков от сенсай этот вариант блесков для губ не нравится больше чем остальные тем что здесь самый питательный ухаживающий состав которые когда-либо пробовала среди разных блесков для губ очень круто смягчают губы лечит кожу губ даже если допустим нанести на очень обветренные или например пересушенные губы примеру на ночь этот блеск то с одного раза кожа губ будет супер мягкая и увлажненная у меня эти блески проходили супер такой жесткий тест драйв таких в условиях супер таких жестких условиях это когда я ездила на лыжи кататься и в горах очень тоже сильное такое солнце даже зимой можно довольно обгореть плюс еще мороз холодный ветер и у меня после таких вот катаний на лыжах была такая ситуация что губы очень сильно обветрились потрескались и плюс еще обгорели и конечно после этого всего я прям не знала что мне делать я взяла чисто случайно интуитивно то что у меня было в косметичке вспомнила что здесь классный увлажняющий состав нанесла на ночь этот блеск и какое же было мое огромное удивление когда на утро ни следа не осталось от всех вот этих негативных факторов о которых я сказала ранее то есть этот вариант блесков он не только скажем так дает декоративную красоту но еще супер круто ухаживает за кожей губ действительно ни в одном другом бренде я еще подобного эффекта не встречала у меня два варианта блеска это такой вот бесцветный он самый первый вышел в этом бренде и потом уже в бренде появились еще цветные блески но единственный минус там всего три оттенка мой оттенок это ноль третий синономе коралл очень еще мне сильно понравился такой вот глубокий темный оттенок называется акацуки red если не ошибаюсь действительно такого оттенка я еще не встречала ни в одном другом бренде и он тоже довольно неплохо несмотря на свою такую довольно несмотря на свой довольно такой темный цвет он тоже интересно очень красиво смотрится на губах и конечно в будущем я хочу его обязательно еще приобрести для своей косметической коллекции единственная такая заметка которая заметила при использовании данных блесков это то что прозрачный он показался мне немножко более питательный чем цветной вариант но и с цветом тоже тоже отлично ухаживает увлажняет и мне было интересно посмотреть на их не составы и оказалось что да действительно немножко составы между вот этими двумя цветным и бесцветным вариантом они слегка от отличаются и еще один немаловажный и интересный факт это то что состав этих блесков как и во всю уходовую косметику данного бренда входит такой компонент как который называется шелко ищи мару вообще еще в древности в японии в прошлые века данный компонент косметики можно было использовать только лишь императору и императорской семье но проходят века сменяются эпохи и сейчас этот компонент разрешено использовать для косметики для масс скажем так широкого потребления но конечно же вы не найдете этот компонент не в бюджетной не в масс-маркет сегменте он есть составе только люксовых продуктов и именно в частности только в бренде сэнсай теперь что касается следующего варианта total lip treatment здесь конечно это уже не блеск для губ это наверное больше как крем какой-то уходовый крем для кожи губ и для кожи вокруг рта с помощью него можно делать массаж на сайте показано как правильно делать массаж перед сном хорошо наносить небольшой такой размер сгороженку средства и массировать именно губы и кожу вокруг губ по заявлению бренда производителя это дает тоже такой омолаживающий успокаивающий эффект очень приятная нежирная формула здесь оставляет кожу губ увлажненной и при этом с таким бархатным интересным финишем то есть здесь нет глянца губки остаются такие вот бархатистой мягенькие и при постоянном использовании заметила что губы перестали трескаться перестали быть какими-то сухими или обезвоженными и я даже стала гораздо реже использовать увлажняющие бальзамы масло для губ в течение дня например ну и для хорошего ухода увлажнения достаточно наносить это средство два раза в день утром и вечером и сразу же к его сравнению хочу быстренько вам показать такой вот интересный вариант рейпинг мост липсерум от бренда канебу и то это бренд канебу как я уже сказала у бренда канебу очень интересны такие есть разные линии которые почему-то вот не представлены на обширный на европейский на постсоветский рынок на американский а именно только на лишь внутренний японский рынок это очень жаль потому что действительно очень много крутых интересных брендов в частности такой классный бренд который называется долгер здесь нет насколько я знаю декоративной косметики там лишь только уходовые разные линии и он довольно популярный среди японок в японии и это уже не масс-маркет точнее это масс-маркет но не супер бюджетный скажем так масс-маркет но в то же время не супер дорогой люкс это что-то такое вот средняя между масс-маркет и люкс сегментом чайная нашла вот это средство когда была в японии в японском супермаркете и она мне показалось супер похожим на вот этот вот дорогущий вариант от бренда сенсай разница колоссальная это средство она стоит около 100 долларов от сайт здесь я покупала 15 или 20 долларов примерно так ну согласитесь разница колоссальная цене очень как я уже сказала похоже это средство по своему действию от бренда сенсай но есть здесь небольшая такая вот разница то что если сенсай здесь такой более как плотный густой крем то это средство она больше похоже как как гель очень действительно похожие по своему свойству но финиш которая оставляет это средство на губах она не матово-бархатная как у предыдущего сенсай а здесь более такой влажный финиш и немножко я бы сказала глянцевый дает эффект в описании на сайте было написано что это средство она восстанавливает гидроэллипидный баланс снимает сухость заживляет поврежденную текстуру и трещинки от сильной сухости губ шикарный состав которым есть такие натуральные компоненты как например сквалан масло макадамии жужуба токоферол и другие ухаживающие компоненты которые стимулируют обновление клеток и насыщает их необходимыми витаминами и минералами очень действительно быстро это средство заживляла мне любые трещинки от сухости на губах также конечно идеально это средство подойдет для круглого года и думаю ну и конечно же особенно на зимний или какой-нибудь холодный ветреный период переходим теперь к маслам для губ у меня есть такие вот три люксовых варианта и один более масс-маркет вариант от бренда никс первое масло с которыми познакомилась мое самое любимое было долгое время это бренд кларанс вообще мне кажется насколько я помню именно кларанс бренд к бренд кларанс выпустили линию масел для губ самые первые из всех косметических брендов потом мне кажется уже начали остальные подтягиваться бренды такие как dior шанель и и остальные европейские марки но вот основателям скажем так законодателям моды на лип ойл мне кажется были именно бренд кларанс если это не так я ошибаюсь пишите обязательно об этом в комментариях мое любимейшее масло которое перепокупала много раз сейчас уже у меня такой в старом скажем формате предыдущем выпуска сейчас кларанс они обновили они немножко по-другому упаковка выглядит но что касается моего самого любимого оттенка это был оттенок 05 такой вот оранжевато-красненький очень красиво смотрится на губах удобная здесь кисточка дозатор и и здесь есть конечно такой аромат сладкого ментола какого-то или возможно такая вот сладкая карамельная мята у меня такие ассоциации с этим ароматом несмотря на то что здесь большой такой вот размер самой вот этой кисти спонжа очень удобно наносится прям в одно движение буквально наносится плотным хорошим слоем средство и не растекается но не знаю по крайней мере у меня на мои губа вот это масло оно абсолютно не растекалась даже если его слишком много наносила плюс для него это то что здесь отсутствует какой-либо эффект увеличения плампинга для губ я не очень люблю такие вот плампинг или всякие которые покалывающие щиплющие свойства имеет косметика на губах мне не очень это нравится поэтому для меня конечно это огромный плюс этому бренду этому маслу то что здесь это это все дело отсутствует далее у нас масло от dior сейчас просто жутко популярные мне кажется все блогеры со всех стран мира постоянно трясут этими банками масло от dior супер хвалят нахваливают постоянно выходят какие-то новые варианты цветов но у меня оттенок это 001 pink очень тоже красивый такой вот оттенок который он сначала когда его наносишь на губы он такой более прозрачный но потом с на губах со временем он приобретает такой вот нежно розовый светло нежно розовый легкий розовый оттеночек возможно у каждого он будет немножко по-разному смотреться на губах это скорее всего зависит от конкретных пиаш пиаш кожи но в любом случае он не выглядит супер как то знаете ярким поросячим каким-то розовым цветом нет это такой красивый легкий оттеночный нежно нежно приглушенный розовый цвет и третий вариант это японский бренд который называется addiction tokyo это тоже премиальная люксовая косметика но среди всей японской люксовой косметики здесь очень приятная ценовая политика потому что она немного ниже чем нежели чем весь остальной японский люксовый сегмент что касается моего варианта это лимитированный по-моему оттенок если не ошибаюсь который под номером 011 там довольно такая большая хорошая цветовая линия этих масел для губ и здесь забыла кстати сказать про dior у dior аромат ментоловый такой вот стандартный аромат помад бальзамов и таких вот лип максимайзер от dior думаю те кто пользовался косметикой для губ от dior узнают этот аромат среди всех остальных здесь в addiction tokyo ароматы каких-то знаете вот таких вот натуральных эфирных масел и возможно я бы сказала более такой травянистый какой-то аромат какой-то лечебной косметики не почему-то напоминает но ни в коем случае он не раздражающий чем мне еще больше нравится именно японские производители даже если там есть какой-то аромат он ощущается только лишь в момент нанесения и буквально пару-три минуты после нанесения после этого запах он как бы выветривается и его абсолютно не слышно в отличие от европейских производителей я почему-то европейские тот же производители например тот же dior если его наношу я его чувствую постоянно вплоть до того момента пока я не сниму средства и даже после того бывает когда его стираю снимаю дыра это средство с губ все равно у меня этот аромат еще какое-то количество времени присутствует на губах поэтому конечно честно говоря я больше отдаю предпочтение именно японским брендам именно в плане каких-то средств для губ помады блески масла и так что касается всех трех вариантов могу сказать что они очень похожи между собой не только внешне это стиле упаковки имеют большие аппликаторы кисти для нанесения но и еще они между собой очень похожи по действию на губах ни один из этих трех вариантов абсолютно не растекается на губах за контур губ и как я уже сказала для кого-то это возможно важно кто не терпит ароматы в косметике то у всех трех вариантов конечно же есть отдушка есть ароматы и вот что касается именно в плане липкости то меньше всего она ощущается у японского варианта addiction tokyo практически отсутствует после него идет по липкости clarance и больше всего ощущается это самая липкость у масла от бренда dior одинаково хорошо все три варианта действительно здесь я прям не могу один из них выбрать потому что действительно все одинаково хорошо ухаживает за кожей губ и а также эти масла временами наношу именно как ночной уход перед сном ну и что касается самой упаковки у всех трех вариантов вот визуально очень нравится как выглядят их не упаковки действительно чувствуется качество чувствуется что это люкс и в плане нанесения самый удобный мне больше всего понравился это аппликатор у бренда dior потому что несмотря на то что кисти спонжи у всех этих трех вариантов практически одного размера но за счет того что сама палочка на которой крепится спонж у dior она длиннее чем у остальных поэтому конечно именно dior удобнее пользоваться и наименее удобнее именно в использовании мне японский был производитель здесь она уж но очень просто посмотрите насколько мне кажется даже видно это на видео в сравнении слишком короткая и когда я наносила средства на верхнюю губу я почему-то постоянно вот об эту крышку стирала уже нанесенное масло с нижней губы конечно хотелось бы здесь более длинную вот эту вот палочку аппликатор далее их не младший брат скажем так от бренда nix также похожая упаковка сам аппликатор и единственное конечно здесь слишком маленький как и у японского предыдущего бренда вот эта вот палочка на которой крепится аппликатор хотелось бы немножко чтобы она была длиннее называется fat oil не знаю почему такое название жирное масло аромат очень похож на эти на что аромат похож как у clorans прям незнамя краса один в один идентичная душка ну-ка давайте я попробую сравнить два этих аромата или у меня перемешалась перемешались эти все запахи или они действительно очень похожи но они похожи действительно вот clorans и fat oil от nix очень похожие два очень похожи два аромата наносится в принципе хорошо гладенько с одного раза за счет такого широкого аппликатора можно хорошо нанести цвет но как я заметила на моих губах он почему-то не выглядит равномерно цвет оттенок я не сказала у меня fld оттенок это 0 4 если не ошибаюсь в общем это самый темный цвет которые есть в линии этих масел от nix и вот это масло мне как показалось оно наносится немножко пляшивенько и слегка подчеркивает вот эти вот мимические морщинки на губах но на губах ощущается довольно приятно и нет здесь тоже никаких вот этих ментоловых плампинг эффектов однако я еще заметила что это это масло оно имеет свойство растекаться с кожи губ то есть она может выходить за контур поэтому наверное лучше всего нанести сначала карандаш для губ и уже сверху наносить масло для губ таким образом этот карандаш он будет немножко сдерживать вот эти все растекания этого масла можно в принципе сказать что это как своего рода аналог двух предыдущих clorans dior более таких люксовых до брендов но все равно конечно разница разница она ощущается в плане нанесения в плане того как это средство выглядит на губах пишите обязательно в комментариях возможно из того что я сейчас уже показала есть ваши любимчики фавориты а может быть есть то что вам очень не нравится может вы с чем-то не согласны обязательно пишите в комментариях но мы с вами двигаемся дальше и следующие три варианта масел на которых мы остановимся и пойдем дальше это первое просто люксовый люкс люксом погоняет это такое вот масло от бренда our глаз оттенок который у меня он называется камео конечно здесь очень красивая необычная люксовая упаковка напоминающая по стилистике tom ford интересно достается сам продукт нажатием на кнопку и предполагается нанесение антибактериальным наконечником из палладии виде капли который покрыт 24 каратным золотом но это просто вообще сногсшибательный люкс который только может быть очень действительно получается удобное нанесение с помощью этого аппликатора и конечно плюсом здесь идет более меньший расход потому что здесь нет вот этой спонжи который может впитывать себя средства единственное конечно это то что каждый раз после нанесения нужно будет протирать салфеткой этот аппликатор на сайте заявлено что в составе здесь есть омолаживающий уход для губ эфирные масла витамины а b5 c и витамин е можно прекрасно наносить его и днем как для макияжа для легкого нюдового макияжа и также я люблю опять же таки наносить вечером перед сном в качестве ночного ухода за кожей губ приятная здесь абсолютно не липкая формула текстура которая абсолютно не ощущается на коже губ я вообще не очень люблю косметику которая как-то чувствуется поэтому это огромнейший плюс для этого средства что она абсолютно не чувствуется что у вас на губах что-то нанесено очень гладкая здесь текстура которая идеально лежит на губах абсолютно не подчеркивает морщинки и сухость а наоборот как будто их скрывает как будто маскирует если есть какие-то шелушинки на губах и при постоянном использовании этого средства я заметила что даже начали разглаживаться вот эти вот такие вот мигмические или как-то правильно сказать морщинки на губах визуально придает объем и припухлость губам но здесь есть один минус сначала плюс плюс это то что здесь нет вкуса абсолютно никакого но есть запах есть аромат скорее всего это аромат эфирных масел который сразу после нанесения довольно четко ощущается но по прошествии некоторого времени он становится меньше но все равно с течением течение дня носки это этого средства вот этот вот легкий аромат такая душка она остается вот этих вот эфирных масел она остается на губах и она чувствуется плюс этого средства которое я заметила что даже если после того как стереть сгуб то чувствуется что он продолжает питать и увлажнять губы это средство абсолютно не растекается за контур губ даже если его нанести очень плотным слоем минус этого средства единственный минус помимо того что здесь аромат который может быть не очень всем приятен это то что у него очень такая довольно люксовая высокая цена последние два масла для губ которые хочу вам показать это magic lip oil от charlotte tilbury и супер бюджетное средство который просто какие-то копейки стоят в японии это супер бюджетный масс-маркетовский бренд который бюджет не найти негде это бренд который называется кен мейк токио не зря они у меня сейчас вместе они очень похожи по своим свойствам на губах с разница лишь только что одно средство стоит довольно дорого как для такого маленького объема и масло для губ а второе супер бюджетное нравится мне масло от charlotte tilbury за то что здесь легчайшая невесомая формула масла который я очень давно искала прям действительно но это очень самое легкое масло которое когда-либо пробовала из всей косметики есть приятный легкий сладкий аромат который лично я перестаю ощущать по прошествию примерно 30 минут но сразу при нанесении аромат такой сладкой карамельки какой-то возможно такой сладенький аромат он есть несмотря что здесь всего лишь восемь миллилитров но расход этого средства он очень экономный здесь такой вот есть дозатор шарик с помощью которого средство оно не растекается не вытекает а достается именно нужное небольшое количество продукта поэтому возможно для кого-то кто-либо плотнее так пожирнее нанести более плотным слоем масла для губ это будет наверное минус потому что здесь вряд ли получится но и мне нравится даже вот просто глядя эстетически то что здесь приятная красивая люксовая упаковка напоминает такой вот формат с шариком косметику которая была популярна в в две тысячи наверное десятых может 2008 годах это такой период моей юности молодость если так можно выразиться абсолютно нет никакого чувства дискомфорта на губах когда это средство нанесено ощущается весь такое увлажнение но здесь немножко будут минусы потому что для тех кто ищет супер плотное хорошее такое лечение увлажнение для губ то скорее всего это средство вам не подойдет именно в плане питания или каких-то супер обветренных потрескавшихся губ это средство их лечить не будет после того как я его убирала это средство уже абсолютно никакого чувства ни мягкости ни увлажнение не оставалось даже когда я его наносила на ночь утром я просыпалась ничего особенного с моей кожей губ не происходило его наверно хорошо наносить именно в момент когда вы делаете макияж чтобы первым шагом нанести уход и потом уже наносить косметику пока вы будете делать макияж оно будет так немножко подувлажнять я бы сказала возможно это средство больше как знаете какой-то кондиционер такой легкий кондиционер для губ что касается более бюджетного бренда японского can make tokyo то я не зря поставила их сейчас вместе рядом потому что они практически одинаково ощущаются на губах и даже вот при сводче кажется что у них одинаковые очень близкие текстуры и на мое большое удивление вот этот вот японский бюджетный бренд мне понравился гораздо больше нежели дорогущая шарла тилбери лично для меня плюс этого средства что здесь есть очень мельчайшие блесточки светоотражающие частички которые незаметны на губах как какие-то отдельные блестки но когда падает свет видно легкое красивое такое вот элегантное мерцание которое напоминает чем-то даже по своему свойству опять же таки возвращаемся как умерцание у более дорогого бренда с inside total lip gloss и шарла тилбери и бюджетный его друг дружочек can make tokyo они оба эти два варианта абсолютно не липки интересная здесь формула которая сначала выглядит как желе а потом на губах она превращается в масло составе здесь 98 косметических масел которые насыщенно вязкие масла они очень хорошо прилипает губам это средство действительно классно прилипает губам такое чувство как будто она окутывает губы влагой и абсолютно не растекается даже если вот с помощью этого аппликатора нанести очень большое количество прям супер плотным слоем абсолютно не будет стекать за контур губ и чем меня порадовала это бюджетное средство это то что когда даже я его убирала стирала с кожи губ у меня оставались такие напитанные увлажненные губы в отличие то чего не было то чего не давала мне масло шарла тилбери очень удивительно что средство которое гораздо намного дешевле бюджет не на самом деле оказалось по качеству лучше следующие два варианта это тинты для губ от бренда рэр бьюти селена гомес идеальнейший на мой взгляд вариант для тех кто не любит постоянно поправлять макияж течение дня а хочет с утра нанести и чтобы это все красиво смотрелось до самого вечера оттенки которые у меня называются the light и он исти плюсы здесь это то что легко быстро очень приятно наносится это средство с одного раза получается плотное равномерное нанесение при нанесении ощущается будто вы наносите какую-то охлажденную водичку на губы действительно очень необычное ощущение при нанесении который я до этого не не испытывала не при использовании ни одной другой косметики по многим отзывам слышала читала что некоторые оттенки например розовые малиновые какие-то яркие такие они могут плешивить на губах но что касается вот этих вот двоих двух оттенков которые есть у меня они такого не делают и на протяжении всего этого времени пока у вас эти средства будут нанесены на губах будет все время ощущаться вот этот легкий такой холодок на губах но это ни в коем случае не какой-то эффект плампинга покалывания и каких-то неприятных ощущений именно какой-то а именно ощущение холодка на губах что касается конечно самой упаковки здесь я не знаю просто миллион из десяти мне очень нравится эстетика вообще всей косметики рэр бьюти действительно прям по-женски и по-девичьи супер красиво супер приятно эта косметика выглядит на макияжном столике при открытии средства аппликатор он как будто посмотрите прям сам выпрыгивает говорит на крась используя меня действительно очень удобный длинный вот этот вот аппликатор и удобная форма кисти при нанесении действительно заметила оценила классная удобная такая вот скошенная в меру такая объемная тонкая если как можно сказать форма у этой кисти огромнейший плюс и мне кажется на селена первое додумалась сделать такой вот вариант тинта и масло для губ потому что это средство абсолютно не сушит губы как стандартные предыдущие такие вот тинты для губ тинт держится действительно прям до вечера и что я заметила немаловажно то что в течение дня когда эта помада когда сам цвет сходит с губ он не сходит как-то некрасиво пляшиво он потихонечку как-то аккуратно сходит получается очень такой довольно натуральный аккуратный эффект на губах заметила я еще что очень красиво поверх этого тинта когда уже этот самый блеск глянцевый немножко сходит нанести поверх него просто какой-то прозрачный блеск для губ и он словно оживает заново очень тоже красиво смотрится потом запаха у этого средства как такового нет ну по крайней мере я не чувствую вообще абсолютно но здесь есть вкус здесь есть такой вот приятный какой-то сладенький вкус странно давно такого не ощущал в косметике ну и последнее что могу сказать по поводу этого продукта это то что конечно безумно стойкий продукт он переживет наверное завтрак и обед и ужин и как я уже сказала очень аккуратно и красиво будет эстетически красиво грамотно сходить сходить с кожи губ следующий вариант совершенно неожиданно оказался сегодняшней коллекции собирая косметику которая хочу вам рассказать подумала почему бы и не рассказать о данном средстве это вот такой вот бальзам для губ от бренда байтери и второе средство это средство от японского люкса люксового бренда сукку которая называется treatment wrapping lip lip gloss то есть лечебное масло лечебное обертывающее масло для губ интересное название что касается этих двух средств оба эти средства они очень хорошо ухаживают за кожей губ и мне показалось что действие которое они оказывают на губах она практически идентична и в том и в другом очень крутые классные составы ухаживающие с питательными разными маслами для губ конечно же оба эти средства можно наносить на ночь в качестве ночного ухода за кожей губ и на утро губки будут мягенькие бархатные супер увлажненные но должна сказать что у обоих этих средств и есть присутствует легкая липкость но каким-то магическим чудо образом она почему-то не ощущается на губах а чувствуется именно комфортное увлажнение очень невесомая приятная такая вот текстура на губах байтери у меня оттенок тофи крим под номером 6 их по моему несколько есть разных оттенков розовый такой вот как малиновый красный еще какие-то есть оттенки обязательно картинку ставлю оттенков которые есть продажи но конкретно мой это как я уже сказала 6 тофи крим он не больше чем все остальные очень нравится потому что губам он придает очень такой вот красивый теплый оттенок конечно конечно для в стиле макияжа без макияжа и например в те дни когда вот не хочется пользоваться косметикой какими-то яркими красками но при этом хочется быть красивой и ухоженной девушкой мне кажется это средство отлично подойдет потому что во первых она круто классно увлажняет как я уже сказала ухаживает питать за кожей губ и вот этот вот оттенок может вам какой-то другой больше понравится он очень красиво аккуратно и супер натурально смотрится на губах но если например вам не хочется цветной вариант то из этой серии также есть присутствует стандартный оттенок серии баунде роз в полупрозрачном светло-розовом пастельном цвете и в этом же цвете есть формате жидкого бальзама для губ у меня давно было это средство в виде жидкого бальзама для губ очень хорошо увлажняла тоже классно питала губы но был огромный минус это то что она жутко опять-таки лично по моим ощущениям очень жутко воняла прям очень сильная какая-то химическая роза я бы так назвала этот запах обозвала бы его так и она ну просто по ним не не знаю просто и в момент нанесения прямо же голова от него начинала болеть потом этот запах он немножко подвыветривался но все равно в течение дня он оставался даже было такое замечала что именно вот этот вот формат жидкого бальзама для губу я его наносила на ночь и представляете с утра когда я просыпалась я все еще ощущала этот жуткий запах химозная роза поэтому я бы конечно хотела повторить то средство но если бы бренда работал как-то свои формулы и убрал эту ужасающую отдушку что касается вот таких вот а в открытых баночках бальзамов от байтери здесь присутствует это химозная роза но за счет того что конечно это открытый формат и здесь нет такой ядренности этого запаха то есть она минимально ощущается единственный минус который я могу сказать конкретно для этого средства это единственно конечно открытая вот это вот баночка и за его цену здесь довольно высокая цена на это средство в бренде байтери мне конечно не хватает что в наборе здесь не входит какой-то кисти или лопаточки чтобы это все дело можно было аккуратно и гигиенически 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 гигиенично чисто доставать забыла еще добавить то что здесь запах есть который может быть и не особо приятен но плюс в том что нет вкуса здесь абсолютно вкус отсутствует и да это бренд байтери это французский бренд а теперь перейдем к японскому бренду к японскому люксу который называется здесь полностью отсутствует запах и вкус впрочем как и у всех люксовых японских брендов в моем варианте у меня оттенок 0 1 холодный прозрачный пастельно-розовый цвет есть минимальное количество микроскопических жемчужных серебристых блесточек которые больше заметны в упаковке нежели при нанесении на губах на губах я их практически вообще не вижу вот эти вот микроскопические жемчужные частички сам что касается самого оттенка который у меня он придает довольно красивый изысканный благородный такой вот холодный потон кожи губ и визуально придает припухлость и объем губам в этой линии всего пять вариантов оттенков мой оттенок как я уже сказала 0 1 оттенок самый прозрачный остальные все оттенки они имеют более яркие плотные цвета ближе наверное все таки каким-то помадам блеском по плотности оттенков но все цвета они конечно очень красиво и изысканно так грамотно выглядят на губах и абсолютно это средство оно не будет конечно растекаться потому что ну здесь уже конечно даже при сводче заметно что здесь более такая гелевая формула поэтому даже если супер плотным слоем каким-то нанести абсолютно не будет выходить за растекаться за контур губ следующее что хочу вам посоветовать это вот такие вот блески для губ от бренда charlotte tilbury да моя любимая charlotte tilbury с этим брендом у меня 50 на 50 люблю ненавижу действительно есть средства которые я просто обожаю которые ну не знаю прям идеально лично для меня но есть конечно в частности румяна круглые стандартные я их просто ненавижу но что касается вот таких вот блесков которые называются лип коллаген бас то есть коллагеновая ванночка для губ здесь charlotte tilbury постаралась на славу очень приятная формула у этой серии которая она действительно супер комфортно ощущается на губах даже после того как блески сходили из губ в течение дня или например после того как через некоторое время после носки я его сама например стирала салфеткой все равно губы чувствовались увлажненными очень сильно мне действительно понравился этот продукт так что даже после покупки первого я сразу же купила себе и другой в цветном варианте бесцветный вариант точнее было такой полупрозрачный вариант называется refresh rose и в цветном варианте волк walk of no shame тоже такой знаменитый по моему оттенок наравне с пилу ток у шарл тилбери для того что здесь составе есть определенные компоненты присутствует легкий приятный ненавязчивый такой аромат свежей мяты и также есть легкая слегка уловимое ощущение холодка на губах после нанесения этого блеска но ни в коем случае опять таки не как план пера ничего не жжет джоб ничего не печет огромнейший плюс что здесь вкус конечно полностью отсутствует также оба эти варианта они ровно хорошо лежат на губах не подчеркивают морщинки сухость и разные другие несовершенства которые могут быть на коже губ отдельно хочется отметить кисти у этой серии блеска знаю многие просто блогеры и просто пользователи плевались ругались на эти форму на этих кистей она многим не понравилась была почему-то неудобная но у меня здесь как раз таки наоборот здесь мне очень понравилась эта форма кисти она очень необычная в виде такого вот сердечка на удивление действительно для меня лично она оказалась очень удобная например для того чтобы равномерно и аккуратно прокрасить контур губ а также конечно идеально эта форма сердечка подходит для того чтобы легко прокрасить и сразу с одного раза красиво нарисовать вот эту вот галочку на верхней губе в общем коротко говоря резюмируя вот эти вот серии облесков от шарла тилбери реально коллагеновая баночка для губ супер крутой продукт оказался если выбирать из двух то мне конечно больше все таки нравится refresh rose такой полупрозрачный цвет но и цветной вариант тоже шикарный и также хочу вам быстренько показать еще один продукт от шарла тилбери это вот такой вот блеск для губ для тех наверное подойдет больше кто хочет именно больше плотности цвета потому что на мой взгляд это такой как бы гибрид блеска для губ и помады тут действительно очень плотный цвет оттенок у меня называется пилу ток конечно как же еще абсолютно не подчеркивай даже если есть какая-то сухость на губах а даже как будто наоборот сглаживает и маскирует эти сухие частички как будто приклеивает их и реально маскирует разные сухие частички на коже губ но минус который я заметила опять-таки на меня наверное многие сейчас будут любители косметики шарла тилбери будут на меня ругаться но скажу то как есть то что я лично заметила при использовании данного продукта это то что он не совсем равномерно лежит на губах западают морщинки и в целом как бы зернисто лежит на губах с мелкими такими вот проплешенками возможно качество того как выглядит на губах блеск зависит от конкретного оттенка у меня пилу ток как я уже сказала потому что такой вот эффект в большинстве своем могут давать довольно светлые оттенки возможно если более темный насыщенный какой-то красный оттенок таких проблем не будет также на сайте заявлено что у этого блеска не липкая текстура прям подчеркнуто много раз что абсолютно не липкий блеск но друзья мои это неправда блеск очень сильно липкий прям если волосинка какая-то попадется не дай бог ветреная погода и вас распущенные волосы это все будет очень хорошо просто как на какой-то пва клей прилипать к вашим губам следующее что я заметила при использовании это то что есть сладкий но не сильный вкус немножко такой сладковатый и карамельно-ванильный аромат в принципе как и у всех помад шарлотт тилбери но в течение пару минут после того как я его нанесла я перестаю ощущать этот аромат что еще хочется добавить потому что для кого-то это тоже будет немаловажный фактор при покупке косметики это то что лично для меня он слишком тяжело ощущается на губах прям чувствуется что нанесено что-то такое довольно плотное и довольно липкой на губах поэтому конечно те кто так же как и я не любит ощущать какие-то косметические разные липкие или плотные текстуры на своем лице на губах частности если эта помада или блеск имейте это ввиду после того как у меня закончится это средство я конечно вряд ли его себе куплю я его кстати говоря не покупала это миниатюрка такая миниатюрный вариант и он мне попался в подарок за покупку когда я покупала косметику на сайте шарлотт тилбери и да многие кто будет возмущаться если я вдруг кругаю их них любимчиков ребята друзья мои вся косметика которую я показываю в своих видео и чем я пользуюсь это все оригиналы это не подделки все это покупается либо непосредственно самих магазинах либо на официальных сайтах брендов ну и вот лично для меня это уже конечно показатель что например после покупки первого своего блеска лип коллаген бас я сразу же побежала купила второй то здесь у меня этого желания не возникает а вот что я обязательно повторю в покупках и хочу докупить еще другие оттенки это блески от японского бренда который называется рмк первый вариант который вам хочу показать это такой вот цветной блеск для губ оттенки которые у меня это 10 и 11 по моему если не ошибаюсь вроде бы 10 и сняли или 11 какой-то из этих оттенков сняли с производства к сожалению но появились другие довольно так же можно найти похожий оттенок очень красиво и супер натурально блеск выглядит на губах даже самый светлый оттенок в котором явно видно что присутствует белесо с цветом как и у предыдущего блеска например от шарла тилбери но в этом бренде от рмк он абсолютно не западает и не подчеркивает морщинки не смотрится зернисто не выглядит какими-то мелкими проплешинками а наоборот ложится гладко и равномерно на губы и также отсутствует полностью вот это вот белая отвратительная полоска на губах даже если много разговаривать долго его носить этой полоски появляться абсолютно не будет очень хорошо эти варианты блеска они скрывают даже самую пересушенные сухие губы если есть какие-то сухие частички на коже и губах просто идеально маскируют эти блески ну и за счет наверно супер такого крутого состава который есть в этом составе здесь составе есть масло ши и масло шиповника и другие много других полезных уходовых компонентов очень хорошо ухаживает увлажняет и даже питает самую супер сухую кожу губ так что это не только визуально декоративно красиво но еще полезно для красоты для здоровья кожи губ то есть можно сказать что здесь не только декоративная красота от косметики но и еще очень хороший мощный уход за кожей губ чем еще мне безумно понравились эти блески это то что здесь наверное самый удобный и приятный вообще в нанесении аппликатор который я когда-либо пробовала в разных косметических средствах для губ у него плоская довольно форма очень интересная самым мягким спонжем кистью из всех блесков которые были в моей коллекции я не знаю из чего конечно сделан этот аппликатор из какой какой-то шиншилки не знаю возможно ну я шучу конечно но действительно сама вот эта вот штучка сам аппликатор он нереально мягкий очень комфортно наносит наносится средства на губ имеет идеальнейшую форму с помощью которой буквально в одно касание в одно движение можно красиво нанести блеск для губ красивая люксовая упаковка лаконичная без всяких вычурных излишеств пластик не выглядит как какой-то дешевый пластмасса ощущается в руках как стекло в общем и внешне и когда держите в руках ощущается максимально люксовая просто ощущается максимально люксовая упаковка ну и после того как сходит это средство этот блеск губ остается очень хорошее увлажнение и напитанность на коже губ уход здесь реально мощнейший ну и в этой серии представлено всего 11 оттенков и во всех них есть микроскопические блестящие светоотражающие частички кроме оттенков 04 07 и кроме оттенка 08 второй вариант блеска для губ от этого же бренда называется лип джель глосс то есть блеск гель для губ здесь уже более плотная консистенция в отличие от предыдущего варианта но также абсолютно невесомо и совсем не ощущается на губах как и предыдущие два варианта очень комфортная в носке неощутимая при этом супер классно ухаживающая и увлажняющая в этой серии блесков уже все оттенки они полупрозрачные в отличие от предыдущей серии и самым ярким более таким плотным будет оттенок под номером 06 06 такой вот ягодный малиновый цвет но и за счет своей более такой вот плотной гелевой формулы создает визуально припухлые и объемные губки с таким вот свежим полупрозрачным цветом оттенок который у меня под номером 0.3 мне тоже одно время очень нравились такие необычные какие-то нестандартные цвета в блесках для губ еще был интересный оттенок или 0.4 или 0.6 я забыла более такой более синий более такой да более такой глубокий синий оттенок тоже красивую такую холодинку дает на губах и вот этот цвет который у меня он под номером 0.3 называется baby blue детско-розовый интересно такое название абсолютно хоть и в баночке он выглядит очень таким синим каким-то голубым достаточно но на губах прозрачный мерцающий оттенок который придает холодинку грамотную правильную красивую натуральную холодинку на коже губ еще что мне здесь очень нравится в этом блеске это то что здесь очень интересная необычная кисть аппликатор в виде пластиковой плоской лопаточки виде ложечки с помощью которой этот гель блеск конечно идеально ложится на губы создает такую густую и красивую форму на губах очень действительно удобный аппликатор оказался в нанесении хотя на первый взгляд и довольно необычный но и конечно же за счет того что это не спонж а именно пластмасс такая лопаточка максимально будет экономно расходоваться средства так как нечего просто впитывать в себя продукт в отличие от спонж аппликаторов и интересная здесь действительно формула которую я еще не встречала ни у одного другого бренда такой вот своего рода гибрид блеска для губ и геля ну и в завершении темы блесков для губ покажу вам быстренько такой вот блеск от японского бренда муджи это вообще такая сеть магазина где продается разный утварь для дома все там для офиса и вот не так давно они выпустили серию косметики там есть уход для кожи кстати очень многим японкам и европейкам нравится там гидрофильные масла классные для снятия макияжа ну как это уже отдельная тема для разговора так вот что касается данных блеска когда я попробовала данный блеск я очень сильно удивилась потому что во первых тут цена она буквально три или четыре доллара стоит это средство но она так круто ложится на губы настолько красивый оттенок оттенок у меня называется роз очень красивый еще оранжевый такой персиковый точнее не оранжево персиковый цвет был суперкрасивую такую розовую какой-то детский baby pink цвет получается на губах абсолютно не западает морщинки и красивым вот таким вот равномерным слоем цветом лежит это средство решила буквально быстренько вам о нем сказать мне кажется это не настолько популярный бренд ну мало ли вдруг вы или в японии будете или в европе обязательно если зайдете в этот магазин обратите внимание на косметику которая там представлена она тоже довольно неплохого цвета цвета она тоже довольно неплохого качества несмотря на то что стоит очень дешево просто копейки какие-то ну и теперь переходим к помадам для губ здесь я подобрала для вас интересные помадки на которые стоит обратить ваше внимание которые я думаю большинству пользователь косметики очень даже понравятся первое это вот такая вот увлажняющая линия помад для губ от японского люкса люксового бренда сукку что касается самих упаковок самого внешнего вида качество упаковок то как оно ощущается когда вы держите это в руках здесь тоже просто чистой душой могу поставить 10 из 10 реально просто люксовый люкс чувствуется что вы действительно держите хороший качественный продукт в своих руках у меня в мое моей коллекции есть всего два оттенка из данной линии это оттенок под номером 0 1 он постоянной коллекции и оттенок под номером 120 он был из лимитированной осенней коллекции прошлого или позапрошлого по моему года поэтому если конечно вам понравится данный оттенок думаю затруднительно будет его приобрести но возможно если погуглить на каких-то сайтах где перепродают косметику может и возможно купить так вот что касается самих этих помад это вообще самые увлажняющие помады которые я когда-либо просто пробовала в своей жизни они настолько круто они настолько круто ухаживают за губами увлажняют что наверное не делает ни один другой бальзам или какие-то лечебные помады для губ здесь это просто самое крутое увлажнение питания и лечение для губ которое можно вообще получить от косметики сравнится наверное и даже на несколько на несколько баллов будет выше нежели у моего любимого сенсай total lipgloss который я показывала в самом начале здесь наверное даже немножко побольше будет вот это вот увлажнение питания и ухода очень хорошо мягенько наносится на губы даже наверное сейчас обновлю свой тинк для губ сверху нанесу такой вот оттенок под номером 01 полупрозрачный такой светло-персиковый цвет и даже вот сейчас при нанесении я заметила у меня есть на губах небольшая такая сухость и вот все вот эти шелушинки и сухие частички эта помада уже просто моментально в одно нанесение она и убрала вообще уже незаметно что у меня на губах есть какая-то сухость абсолютно и помада из этой линии они не западают в морщинке даже помаду которых яркие какие-то цвета или светлые цвета они не подчеркивают морщинки в них не западают если нанести даже плотным слоем не растекаются как могут делать это другие такие вот супер мягкие увлажняющие помады и конечно очень приятно ощущается на губах ощущение чего-то такого увлажняющего и питательного на ваших губах прям даже вот сейчас одного нанесения уже моментально ощущается как этот продукт начинает работать и губы моментально увлажняются и смягчаются я даже люблю наносить эти помады когда просто сижу дома или видео монтирую или занимаюсь какими-то домашними делами просто течение дня в качестве бальзама для губ и очень хорошо это средство работает в течение дня давайте ка я наверно добавлю еще сверху оттенок под номером 120 но это конечно такое я бы сказала больше оранжево-коричневый приглушенный оттенок идеальный наверное оттенок не наверное а точно будет на осень такой осенний оттенок и под номером 120 здесь присутствуют такие мелкие мельчайшие примельчайшие светоотражающие микроскопические золотистые частички и в оттенке 01 здесь уже нет никаких ни светоотражающих частичек не мелких блесточек это просто обычный такой чистый цвет в постоянной линии в постоянной коллекции там довольно большой вариант разных цветовая гамма разных цветов поэтому те например кто хочет более поярче себе такую помаду с более плотным цветом я думаю вы себе с легкостью сможете подобрать интересующий вас оттенок но у меня заинтересовал именно такой полупрозрачный нежно-персиковый оттенок под номером 01 поэтому если конечно вы ищете чтобы косметика была не только визуально красивая но еще имела супер классный уходовый комплекс в своем составе обязательно обратите внимание на вот на вот такую вот увлажняющую линию помад от бренда суку следующее к чему я хочу перейти это также помады от японского бренда но бренд уже называется каннебу первое которое хочу вам показать это увлажняющая линия помад и также просто обычной стандартной помады начнем с увлажняющих у меня три оттенка и к сожалению все три оттенка которые у меня есть они из лимитированных коллекций которые выходили в то или иное время но качество конечно оно одинаковое как и в постоянной линейке единственное конечно цвета отличаются поэтому опять же таки если кому-то понравятся мои цвета которые показываю в этом видео наверное будет таки затруднительно их найти но при больших наверное усилий если задаться такой задачей то наверное возможно где-то на просторах интернета отыскать первый оттенок и экстрим такой вот интересный сиренево-лиловый оттенок цвет кажется довольно плотный очень такой насыщенный вы самой упаковке но на губах он выглядит полупрозрачный и дает такую красивую розовую холодинку на губах второй оттенок x6 очень интересный такой вот градиент какой-то у этой помады здесь тоже она довольно так ярко выглядит в упаковке но на губах это такой вот бежево-коричнево-золотисто полупрозрачный как бальзамчик для губ и и третий оттенок который у меня в моей коллекции это и x7 выходил он по моему прошлой осенью если я не ошибаюсь возможно немножко раньше здесь тоже довольно интересный такой вот необычный градиент самой упаковки есть немножко синего бирюзового какого-то отлива на фоне бежево-розовой помады и из всех трех вариантов которые у меня есть этот оттенок он дает более плотный цвет нежели два предыдущих такой вот интересный цвет получается бежево-коричневый с холодным потоном наверно этот холодный потон как раз таки дает вот эти вот синенькие небольшие вкрапления очень хорошо наносятся эти помады на губы скользят прям при на при на ней скользят при нанесении уже при нанесении действительно ощущается вот это вот увлажнение но если конечно равнивать с предыдущим вариантом от бренда сутку увлажнение питания здесь она немножко будет меньше нежели у этого варианта еще хотелось бы напоследок добавить говоря об этих помадах что вот этот оттенок еx7 который с более таким вот плотным бежевым цветом так смотрю сейчас на него и мне кажется он тоже идеально как и 120 от суку подойдет именно на осенний период и на зимний период очень такой красивый на мой взгляд очень такой красивый осенне-зимний оттенок следующие три варианта помады также от бренда каннебо но это уже не увлажняющая линия обычная стандартная линия и здесь у меня опять-таки лимитированные два оттенка очень не нравятся действительно очень хорошие красивые выходят в японских люксовых марках лимитированные цвета оттенки которые к сожалению почему-то их потом не делают в постоянной коллекции особенно особенно очень жаль если оттенок супер понравился то конечно потом затруднительно искать что-то похожее начнем давайте пожалуй с оттенка который в постоянной коллекции у меня оттенок под номером 161 это такой вот бежевый бежевый цвет с розовым подтоном очень красивый был оттенок если не ошибаюсь под номером или 160 или 162 там было больше розовинка там был такой бежево-розовый оттенок я его жалею я жалею что я его в свое время не купила сразу же но возможно в ближайшем будущем я все-таки докуплю еще тот цвет очень действительно красивый такой нежно-розовый оттенок что касается оттенка под номером 161 который сейчас у меня есть идеальнейший оттенок мне кажется для всех светлокожих для блондинок супер классный оттенок будет и конечно такой я бы у нас но я бы его назвала весенне-летний оттенок цвет очень действительно красивый и вот даже сейчас момент свочи момент нанесения на руку ощущается что очень классно здесь увлажнение очень близкая конечно не такое сильное как у предыдущей линии увлажняющей которая показывала но очень к этому близко и оттенок и x4 это довольно яркий такой интересный цвет выглядит конечно она помада как будто усыпана сам рефил россыпи какого-то мелкого золота золотистых частичек это такой кораллово-золотистый оттенок у меня вообще свое время какая-то была неистовая просто любовь вот к таким оттенкам кораллово-золотистым посмотрите сколько я их себе просто накупила в свое время от dior у меня был такого похожего оттенка потом миниатюрка это в наборе где-то у меня был от lancome я не знаю наверное не стоит даже показывать сейчас наверно это не продают называется juicy taps как-то так наверно уже нет этих блесков но любовь у меня была уже наверное давно к такому к такому оттенку от шесейда опять же таки и еще один от шесейда но в другом варианте тоже очень сильно вот они между собой мне кажется эти цвета похожи вот бывает действительно когда какой-то период и один цвет понравится и ты как-то неосознанно начинаешь покупать именно разные помады блески для губ в данном цвете у кого такая же история обязательно пишите в комментариях какой у вас любимый цвет в помадах блесках для губ на камере сейчас он выглядит довольно ярко гораздо ярче нежели в жизни но в жизни он тоже довольно такой довольно яркий оттенок и на мой взгляд конечно же идеальнейший оттенок для тех кто любит такие вот золотисто коралловые яркие цвета здесь еще знаете так смотрю здесь еще какая-то персиковинка если можно так сказать такая вот небольшая персиковость какая-то присутствует интересный действительно такой необычный глубокий цвет ладно пойдем с вами дальше и третий оттенок последний который мне из этой линии и экстре называется еще сейчас заметила что вот как помады выглядят в рефиле ровно также они выглядят на губах и на своче что кстати немаловажно бывает иногда помада в рефиле она вроде какого-то одного цвета она губы и наносишь она почему-то немножко как будто потом меня это здесь этой истории нет здесь здесь вот именно действительно как в рефиле точно так же и на губах и на своче так вот что касается оттенка и x3 очень такой тоже интересный глубокий нежный в то же время цвет здесь конечно очень много блесточек золотистых частичек но это не выглядит какие-то огромные отдельные блестки блесточки очень такой узнаете мелко дисперсная бы сказала как будто росы бриллиантов таких вот цвета отражающих частиц здесь уже конечно сатиновый сатин тоже прям на все сто процентов для тех кто конечно любит для тех кто любит сатины и именно такие блестящие сатины натуральные такие нюдового оттенка думаю этот бы цвет подошел вам просто с вероятностью 100 в сто процентов очень мне кажется на сибин и красивый оттенок и не будет дополнительно как бы придавать возраста состаривать те кто хотят например не бальзамы для губни какие-то полупрозрачные такие вот помадки которые были перед этим а кто хочет именно помады в цвете в хорошем но при этом чтобы они были супер увлажняющими красиво смотрелись на губах не подчеркивали ни морщинки не шелушинки сглаживали губки обязательно обратите на вот эту вот линию помад от канеба свое внимание следующие увлажняющие помады которые хочу вам показать в этом видео раз мы уже с вами заговорили о японских брендах о японских производителей это вот такие вот увлажняющие помады от японского бренда шисейда у меня из этой увлажняющей линии всего три оттенка это оттенок под номером 101 102 и 111 и насколько я помню если я не ошибаюсь это так скажем свежая новая линейка обновленная линия увлажняющих помад от шисейда которая вышла год или полтора года назад примерно ну и соответственно цвета которые у меня есть сейчас они также считаются как это обновленный новая версия цветовой гаммы из вот этих вот самых увлажняющих помад шисейда ну и честно говоря что касается этих помад у меня здесь скажем так 60 на 40 то есть 60 процентов за то что они мне нравятся и 40 процентов к сожалению здесь есть свои недочеты на мой взгляд опять же таки начну конечно с упаковки упаковочка у них довольно классная люксовая мне нравится что здесь есть вот такая вот как гравировка или тиснение эмблема шисейда и само слово шисейда это не наклейка а именно вот как тоже как такое тиснение серебристом цвете очень действительно красиво по люксовому красиво просто лаконично выглядит опять же таки без всяких излишеств простая обычная черная матовая упаковка с такой вот красной полосочкой в принципе какие у всех остальных декоративных средств шисейда нравится мне этот футляр в целом потому что он такой минималистичный максимально занимает небольшое скажем так место пространство в косметике в косметичке на макияжном столике удобно конечно брать такой формат помады куда-то в дорогу потому что минимальное место будет занимать сумочки и сам рефил очень удобный довольно тоненький и идеально на мой взгляд здесь идет вот этот вот скос у этой помады очень действительно удобно наносить эту помаду видно что здесь вот прям продумано все до мельчайших деталей ну и в целом принципе когда держишь эту упаковку в руках ощущается что вы держите хороший такой тяжелый люкс но теперь что касается непосредственно самого продукта самих помад нравится начну я наверно с положительного нравится мне то что они очень гладенько комфортно наносятся очень хорошее нанесение в один слой даже получается довольно такой ярким как для такой вот увлажняющей помады цвет плюс очень комфортно она ощущается и носится в течение дня практически скажем не ощутимо что у вас на губах что-то нанесено но при этом есть чувство увлажнения такое чувство что вы нанесли какой-то хороший питательный крем или бальзам на губы и пожалуй на этом мои положительные отзывы об этом продукте заканчиваются и скажу вам парочку таких вот минусов которые лично по моим предпочтениям мне не подходит то что я здесь заметила это то что или цвета я такие себе выбрала возможно у других оттенков не будет этой проблемы а проблема в следующем то что она они какие-то знаете довольно белесые вот все три оттенка которые у меня есть даже включая довольно такой яркий коралловый оттенок казалось бы в рефиле ну не знаю я здесь никакого белого оттенка никакой белой подложки не замечаю но тем не менее когда наносишь это все дело на губы почему-то появляется какой-то какие-то белые разводы причем это касается как я уже сказала такого вот кораллового оттенка под номером 102 оранжево-персиковый немножко кораллового здесь что-то есть и то же самое у такого довольно красивый очень красиво действительно выглядит в рефиле нежный такой бежево-розовый что ли наверное такой розовый беж я бы сказала оттенок нюдовый очень красивый оттенок под номером 111 в частности его сейчас я нанесла на губы и вот замечаю что ну на губах он выглядит немножко светлым поэтому кому возможно наоборот нравятся светлые тона в помадах мне кажется этот оттенок будет для вас идеально сожалению моему большому огромному сожалению здесь не такая же крутая увлажняющая формула как у первого варианта который показывала у суку здесь в этом продукте увлажнение более поверхностное что ли то есть пока эта помада у вас нанесена на губах увлажнение какое-то есть но если убрать чудо не произойдет никакие шелушинки не уйдут с ваших губ и даже наоборот я заметила что когда у меня были шелушинки на губах такое чувство что они прям подчеркивали действительно вот было такое ощущение как будто эта помада подчеркивала сухость на губах которая если она присутствует запаха у этой помады нет одушка здесь полностью отсутствует и вкуса также нет вот такое большое количество разных помад блесков масел и тритматов для губ сегодняшним видео кто посчитал количество пишите цифру в комментариях на самом деле осталось еще очень много разных средств для губ разных интересных тоже на мой взгляд помадов помадок блесков но так как видео уже достаточно длинным и так получилось надеюсь что в одном из следующих видео я тоже сделаю такое что подобное на эту тему и в одном из следующих видео в общем покажу остальную скажем так часть косметики которая не вошла сегодняшний наш с вами выпуск надеюсь это видео было для вас полезным и она поможет вам с выбором косметики возможно благодаря моему обзору и отзывам вы сэкономите деньги не покупая продукт который вам не соответствует вашим ожиданиям или наоборот вы убедитесь что то или иное средство идеально подходит именно вам в общем пишите обязательно в комментариях что больше всего вас заинтересовало с какими косметическими брендами вы познакомились первый раз в этом видео обязательно не забываем поставить лайк этому видео и не уходим с этого канала без подписки обязательно подписываемся лайкаем видео и комментируем на сегодня это все до новых встреч пока пока пока